У нас в эфире Армен Гаспарян, Айк Халатян, Алексей Мартынов и Ваге Инфаджан, заместитель председателя Национального собрания Армении. Почему мы так срочно вышли? Мне единственное, чтобы вы немножко как-то посмотрели по камерам, как вы выглядите, чтобы мы вас всех видели хорошо и красиво. Значит, Айк, а то вы у нас выпали из экрана, это нехорошо. Так что, да, я не очень хорошо знаю армянский, мои познания, они ограничиваются инчка-чка, почка, даже шоколадная белочка, как меня учили мои карабахские друзья. Хотя сейчас, как я знаю, опасно говорить, что ты дружишь с карабахскими, могут подумать, что ты сразу против всей власти. Но я скажу прямо, я не разбираюсь в армянской власти, я люблю армянский народ, и я всегда борюсь просто за правду, за справедливость. Вот и мое понимание. Что у вас происходит? Объясните мне, пожалуйста. Потому что нам говорили, что весь народ Армении обожает действующего премьер-министра, за него все выходили, кричали, что он страшный демократ. Тут я смотрю против одной из ваших политических звезд, совершенно неожиданно, который вроде был с ним по одну сторону баррикад. Стоило ему сказать все, что он думает о правительстве, о том, как ваше правительство не справляется с проблемой коронавируса. В частности, это известно всем, экономические проблемы. И тут вдруг начинает кричать, что он подкупал на выборах. Вот он, этот Царукьян, совсем не тот Царукьян, которого мы знали. Он теперь уже не гордость Армении, а срочно его в кутузку лишать неприкосновенности депутатской. А если народ выходит на улицы за Царукьяна, то они все продажные, срочно их бросать в каталажки. Что произошло? Расскажите мне. Кто желает начать? Я, наверное, начну. Давайте, Ваги. Довольно уже господин Соловьев, уважаемый Владимир Рудольфович, уже сказали вкратце то, что произошло. На самом деле, 5 июня в Армении, в городе Ереване, состоялся политический совет партии «Процветающая Армения», где лидер партии, водитель партии, фракции «Процветающая Армения», довольно-таки жестко политиковал правящую партию правительство. И после чего уже правящая фракция и правительство начали разными... Никаких политических оценок не было, только были угрозы, и после чего уже начались эти разговоры. И уже завтра в парламент придет парламент, чтобы изъять иммунитет депутата. Пугайка Николаевич. Вот вкратце то, что происходит в данный момент. А почему так испугались Цурукена? Мы представляем вторую по величине фракцию и первую по величине оппозиционную фракцию в парламенте. На самом деле у Гайка очень много сторонников и много жителей страны любят его и поддерживают Гайка Николаевича и «Процветающая Армения». Большой рейтинг. Рейтинг Гайка Николаевича испугал правящую партию, фракцию. Ну что значит испугал? До этого же им нравилось? Насколько я помню, что во время, ну там, не знаю, весны Цурукян же не выступал против. Он же поддержал премьера тогда, ну кандидата в премьеру. На самом деле мы всегда были рядом с нашим народом. Мы всегда выдвигали продуктивные программы. Мы всегда были готовы содействовать, которую даст благо нашему народу и нашему государству. Но после политического совета, после известного уже объявления Гайка Николаевича, уже начались репрессии. Только вчера сотни мирных граждан, так же сила была применена, так же сила была применена и к депутатам. То есть как? То есть получается, вас разогнали тогда, когда пытались разогнать сторонников, когда сносили все... Сколько было? Два года прошло, да, как вы там устроили у себя бучу? Тогда же кричали, полиция не смейте трогать, свобода, что вы делаете, вышел народ. А теперь, оказывается, можно в кутузку? Несколько тысяч полицейских было на улице Налбандяны и на перекрестках. И сотни граждан были арестованы. Подождите, но это... А когда же Сержа Сарксяновы с криками сносили и кричали, долой, не смейте, не трогайте, полицейский произвол, с народом делаем, что хотим, тын-дын-дын-дын-дын-дын, а теперь получается можно? А сейчас нету власть народа. По факту мы ведь еще не помним. Несколько сотен граждан, повторяюсь, что были вчера арестованы. И при городе Ереване, в Крыльцейских участках уже не было мест. Мест? И да, не было мест. Столько их выводили каждую минуту. Подождите, посмотрите. Ну, сегодня все телеграм-каналы, которые обслуживают действующую власть, распространяют видео о том, как Царукян подкупает избирателей. Может быть, есть основания для ареста? Никаких действий нету. Никаких фактов не появляется. Это просто переси, как Николаевичу и как второй политической системе. А вот вы зря не учите. Вот вы же люди взрослые, серьезные. Вы что, не помните историю Октябрьской революции? Тех, которые были рядом с большевиками, большевики потом кокнули. Вы что, считали, что вам дадут жить оппозиционные партии? Вы что, считали, что вас не сожрут? Ну, а сейчас же... Слушайте, ну, посмотрите. Ну, давайте говорить объективно. У Армении тяжелая ситуация. Ну, реально тяжелая. Экономически сложная ситуация. Тяжелая ситуация с коронавирусом. По многим причинам. Но что делать? Нужен внутренний враг. Нужно найти кого-то, кто виноват. А Царукян чем хорош? Его можно обезжирить. Там куча денег. Человек богатый. Никогда этого не скрывал. Отличная тема. Грабь награбленная. Все продолжается. Революция пожирает своих детей. Все отлично. Ну, на самом деле, от критики Гайка Николаевича о том, что в действующем правительстве нету профессиональных, опытных руководителей. Что в стране экономическая, социальная ситуация очень в плохом ситуации находится. Сотни тысяч граждан находятся в безработном положении. И все эти тенденции мы не видим в свет в конце пуннела. Вот что вызвало вот такую вот резонанс в правительстве. Да? Понимаю вас. Понимаю вас. Но истина, она же, как правило, всем не нравится. Вы, к сожалению, проходите через традиционный постреволюционный синдром. Когда им можно, а вам нельзя. Они выводят правильный народ на улицы, а вы выводите неправильный народ на улицы. Мы это проходили в 91-м году, когда нельзя было власти, а в 93-м Ельцин вывел танки и расстрелял Белый дом без всяких проблем. Мы уверены, что это вопрос времени. Мы будем бороться. Будем все законно, чтобы изменить эту ситуацию. У нас очень много сторонников. Мы знаем, что мы победим. Ну, это посмотрим. Армен, скажи мне, пожалуйста, что происходит? Ты-то отслеживаешь, ты смотришь, что там происходит в Армении. Ну, произошло то, что мы предсказывали. Вот сидит Алексей Анатольевич Мартынов. Он не даст соврать. Еще два года назад мы говорили о том, что все это рано или поздно придет к политическим репрессиям. И очень серьезно. Почему? Потому что очевидно совершенно, что нынешний премьер-министр Республики Армения, это вот, чтобы все понимали, да, это такой вот аналог нашего бьюти-блогера, о котором вы говорили в первой части сегодняшнего стрима. Это человек, который всегда был в системной оппозиции и ни за что не отвечал. Человек, который был исключительно журналистом и мерил он это все только со своей колокольни, боевого листка. Он был в парламенте, где входил во фракцию «Выход» небезызвестную. То есть выйти из всех там договоров с Россией не нужно никакое стратегическое партнерство. И вот судеб, он становится руководителем Республики. И очень быстро выясняется, что кроме голой риторики, кроме салата из лозунга и призывов нет ничего. А дальше одна неприятность начинает сменять другую. Тяжелейшая ситуация с коронавирусом. При том, что премьер-министр, я просто напоминаю, если кто-то запамятовал, в апреле месяце этого года рассказывал гордо всем, что коронавирус это вообще не страшнее ветрянки, поэтому все будет нормально. Ну как нормально мы наблюдаем по сводкам, которые приходят из Армении. Мы очень все хотим верить, что там не повторится итальянский сценарий. И огромное еще спасибо правительству Грузии, которое помогает в этой очень непростой ситуации. Есть огромные экономические сложности. Есть в конце концов фактор войны. У Армении война идет с Азербайджаном. Не надо об этом забывать. То, что там парламентская ассамблея Совета Европы, всякие там Amnesty International об этом не говорят на протяжении многих лет. Это не означает, что этого обстоятельства не существует. И плюс к тому теперь еще и политический фактор, потому что выходит известный политик внутри Армении и говорит о том, что, послушайте, правительство не справляется с возложенными на них обязанностями. Оно должно уйти в полном составе, начинает премьер-министр. Это заявление было сделано, если мне память не изменяет, в ту пятницу. И оперативно приходит ответка. 292 человека арестовано. 292. Во всем Ереване, как мне рассказали коллеги, не было ни одного полицейского участка, куда их можно было свозить. Их отвозили даже в близлежащие города. Но и там КПЗ были переполнены. Ну, слушайте, это что за демократия такая? Ну, по меркам Республики Армения, 292 человека. Это, извините, много. И теперь последовало еще и продолжение. Давайте с него снимем неприкосновенность депутатскую и давайте его осудим. Ну, то есть там мало истории с экс-президентом. Давайте продолжим. И знаете чего? У меня вот такое подозрение есть, что это и есть главная цель Николы Пашиняна. То есть не процветание республики. Он прекрасно, видимо, отдает себе отчет, что здесь он сделать ничего не может. А главная цель в этом случае – это сведение политических счетов. Если то, что происходило вокруг экс-президента республики, еще можно было каким-то образом списать на вакханалию азарта революции, а мы все прекрасно знаем, что любая революция, в том числе, вызывает и вот такие вот движения, то то, что происходит вот сейчас – это в чистом виде политическое судилище. И еще один момент. Согласен. Но у нас сейчас большие проблемы, потому что у нас уже начался эфир на телеканале России, я поэтому и завтра эту тему продолжу. Не обижайся, я просто хочу, чтобы успел сказать Айк кратко и Алексей, и я побегу на Россию один, а мы еще и завтра, наверное, эту тему продолжим. Айк, слушаем вас. Ну, во-первых, должен сказать, что, конечно, понятно, что действия Пашиняна вызваны тем, что рейтинг падает, оппозиция чувствует слабость власти, активизируется, начинает критиковать, эта критика находит отклик у народа. И Пашиняна видит, что фактически формируется какой-то предпосылки для сотрудничества ряда оппозиционных сил. И я так понимаю, что власть решила упередить своих противников и, пользуясь режимом, чрезвычайного положения, а с учетом этого в Армении нельзя проводить массовые акции протеста или все остальное, это законом запрещено. А и к тому же, все-таки, учитывая тяжелую ситуацию с эпидемией у нас, большое количество заболевших, мы одни из мировых лидеров, поэтому в этом вопросе страх людей вообще принимать участие в таких мероприятиях, потому что просто опасаясь за свое здоровье, власть решила нанести удар, по их мнению, самому слабому звену вот этой будущей коалиции. Да, у Гаги Кацарукяна вторая по численности фракция, он один из богатейших людей Армении, но при этом мы понимаем, что любого бизнесмена очень легко, особенно если будет бизнес в этой... В этой... Это не Ивановичвили, да, у которого все деньги были за пределами Грузии, и Саакашвили в свое время именно поэтому и проиграл, потому что и не мог пересечь канал его доходов. В случае с Арканом это немножко не так. Второе. Конечно, Вае мой друг, но все-таки должен признать, что то, что и процветающая армия, и многие политические силы как бы раздавали избирательные взятки, это секрет Поли-Щенеля, все об этом знали. И поэтому тут встает вопрос, а почему власть два года ждала этого, и только сейчас вспомнила, что, наверное, там в 2017 или в 2013, в 2012 были вот такие вещи. Поэтому это все наводит на мысль, что это просто попытка использования... Избирательное правосудие попытка заставить замолчать своих врагов, потому что против каждого можно что-то достать. Вот этот вопрос... Вагин, вас не слышно, я сейчас дам вам слово, возродите, просто вас не слышно. И еще один такой момент, который меня как гражданин Армении и политической образовательной очень тревожит, то, смотрите, одно из уголовных дел касается вот этого казино Шангрела. Получается так, нынешнее правительство отменяет то решение, которое сделала предыдущая правительство в 2012 году, позволив человеку инвестировать в крупные средства. Теперь я думаю, вот какой инвестор захочет инвестировать в страну, где каждое новое правительство может через лет 7-8 как бы изменить правила игры и поставить под удар твои инвестиции на десятки миллионов долларов. Это понятно, что никто в такую страну инвестировать не будет. Это тоже меня очень сильно тревожит. И поэтому посмотрим, что завтра будет. У власти конституционное большинство, в принципе, любое решение может протолкнуть через парламент. Я не знаю, сколько людей соберутся защищать Гаги Царукяна и насколько он готов и его партия идти до конца в этой борьбе, но все-таки хочется, чтобы власть поняла, что есть какие-то рамки, через которые нельзя переходить. Никаких рамок, но, слушайте, послушайте, в этом трагедия Армении. Вот на что, насколько я люблю армянский народ, главная проблема в Армении, что каждый президент, каждый генерал, каждый министр. Поэтому... Не, ну туда один нюанс. Если бы в Армении были бы ресурсы для диктатуры, Никол Пашьян бы не пришел в свое время к власти. Да, конечно. Мне просто обидно, но умнейший народ, величайший... То есть я обожаю армянский народ, я обожаю Армению. Мне больно смотреть, как... Ну, армян не так много в мире. И когда вдруг начинаются такие разборки, когда все идет, ну просто, все идет в ход. Ну, слушайте, ну реально говоря, не дай бог сейчас вспыхнет в Карабахе, но тяжелая ситуация. Вместо того, чтобы людям сплотиться, найти общий язык, говорить, смотреть, когда начинаются эти внутренние разборки, ну... Это все настолько печально. Я... Когда это все началось, у меня уже было плохое настроение, я понимал, что, к сожалению, это все дорога в никуда. Ваге, вы пытались возразить, когда говорил лайк. А вас было не слышно. На самом деле, мы хотим, чтобы в Армении... И все те люди, которые не соблюдают законы, конечно же, они должны вести к ответственности. Но это не эта ситуация. В Армении, кто как организовывал выборы, это все документы. Сейчас никто не говорит о других партиях. Все партии, противоположающая партия, все правительственные члены, все представители правительства, структурные люди, которые представляют правительство, они все, как один человек. К примеру, им сказал, что им нужно наезжать на партию, просветающую Армению, на лидера партии, просветающую Армению. Это депрессия. Больше чего нельзя сказать то, что в Армении. Это... Понятно. Это же факт. Да. Понятно. Так, Алексей, завершайте. Ну, времени мало, и я думаю, что мы подробно все эти события осветим в программе «Бывшие» в пятницу в 15 часов. А вообще, я хочу сказать, что... Да, что у Никола Пашиняна вот за эти два года из всей палитры государственного управления получаются только посадки. Я напомню, что экс-президент Роберт Кочарян до сих пор сидит, так сказать, под стражей, и даже апелляции не рассматривают его. Вот сейчас другой, так сказать, оппонент Пашиняна возможно тоже будет взят под стражу. К сожалению, управлять государством и заниматься такой популистской деятельностью для того, чтобы перехватить власть, это две большие разницы. Может быть, и есть легитимность у Пашиняна, но нету ни возможности, ни умения, ни команды, ни специалистов управлять таким, в общем-то, маленьким, компактным и прекрасным государством, которым является Армения. К сожалению, Армения входит в глубочайший внутриполитический кризис. Спасибо вам большое. Мы с очень большой тревогой смотрим за тем, что происходит в Армении, потому что, напомню, это для нас братский народ, любимый народ, это наш союзник, и мы несем колоссальную ответственность за судьбу армянского народа. И, как вы знаете, на территории Российской Федерации мы не воспринимаем армянских братьев как гостей, мы воспринимаем их как часть нас. То есть, поэтому для нас все, что происходит, это очень и очень болезненно, и нам хочется, чтобы Армения была богатой, процветающей, счастливой, ну, какой заслуживает народ с великой историей, народ так тяжело и многострадавший, и выстрадавший свое право на свободу, право на свое существование. Напомню, что это древнейший христианский народ, который первым, как государство, принял веру христианскую, ее не предал, несмотря ни на что. Народ, который пережил страшный геноцид и не один, и народ, который сохранил себя. Поэтому я с такой болью смотрю, когда вдруг внутри этого великого народа начинаются распори не на жизнь, а на смерть. Мне очень хочется, чтобы политическая мудрость привела к тому, чтобы научились друг друга слышать, слушать и вместе двигаться к величию и процветанию этой прекрасной страны. На этом мы на сегодня наш эфир завершаем.